Почти 140 тысяч детей в Самаре занимаются в музыкальных, художественных, спортивных школах, многопрофильных центрах и других учреждениях дополнительного образования. Более 10 тысяч человек ходят в детские школы искусств, которые находятся в ведомстве Городского департамента культуры и молодежной политики, а свыше 128 тысяч детей посещают учреждения под ведомственное департаменту образования. Причем 1987 детей имеют особенности здоровья и учатся по адаптированным программам. Развитие сферы дополнительного образования обсудили на совещании в городской администрации, которое провела глава Самары Елена Лапушкина. В Самаре реализуются программы естественно-научной, гуманитарной, технической, физкультурно-спортивной и художественной направленности. Выбрать занятие для ребенка можно в навигаторе дополнительного образования детей. В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» продолжена работа по внесению дополнительных образовательных программ различной направленности на сайте «Навигатор дополнительного образования детей». У нас на сегодня на сайт внесено 4117 программ. Хотелось бы сказать, что эта деятельность новая. В течение последнего года учреждения департамента образования участвуют в заполнении навигатора. Навигатор – это та система, в которую каждый житель, используя ее, может подобрать занятия в системе дополнительного образования для своего ребенка. На базе всех общеобразовательных учреждений детей вовлекают спортивные секции и творческие студии «Кружки». По словам Ирины Каковиной, ставки педагогов дополнительного образования есть в каждой школе. Продолжается оснащение самарских детских школ искусств музыкальными инструментами и профессиональной литературой в рамках национального проекта «Культура». Год текущий, 22-й, 10 учреждений, объем бюджетных ассигнований из федерального областного бюджета и городского составил 57 миллионов в 300 тысяч рублей. На сегодняшний день поставлено нам оборудование метод литературы и инструментов на сумму 52,6 миллионов рублей. С 2019 года Самарские школы искусств в рамках нацпроекта «Культура» обновили фонд музыкальных инструментов на 67%. В планах обновить фонд еще двух учреждений в 2024 году. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов, События.